134 человека сгорели во сне или отравились угарным газом. Такова статистика МЧС за прошлый год. Подобные трагедии происходят с ужасающей регулярностью. По мнению пожарных, частая причина угара зимой – беспечность людей. Дагестанцы пренебрегают элементарными правилами безопасности. Для предотвращения несчастных случаев специалисты чрезвычайного ведомства проводят обход частного сектора. Подробности в следующем сюжете. Над плитой вещи сушить, категорически запрещать. Это является причиной пожара. Электрохозяйство видели ваше? Вот это видите? Это грубое нарушение пожарных требований пожарной безопасности. Нельзя такие вещи делать. Выбираете все сразу же. Вот причина у нас пожара, которая происходит. Типичная причина. Вы просто выйти не успеете. Деревянный дом, пластиковые стены у печки, а сверху открытого огня – веревка для сушки одежды. Кажется, многие люди и не понимают возможные последствия от такого набора. Снимите вот это все. Вы сейчас свою жизнь ставите под угрозу. И соседи тоже. У вас дом весь деревянный. Если сейчас он насюда горит, начнет, за 30 минут он весь дом сгорит. Причина отравления угарным газом – одни и те же. Неправильная эксплуатация газового оборудования. В частности, газовые колонки, установленные в ванной или печке буржуйки. Вот причина у нас пожара, которая происходит. Типичная причина. Вот отсюда будет либо пламя выходить, либо от нагрева она может… Вот эта ткань, правильно, она же может лить и завтра переходит. Эта занавеска начинает мгновенно, будет гореть. Здесь у вас пенопласт, люди просто не проснутся. В беседах с жителями сотрудники пожарного надзора подробно разъясняют, как правильно эксплуатировать отопительные печи, как избежать перегрузки электрической сети, а также раздают листовки, буклеты по пожарной безопасности. Даже вот по этой печке, видите, шифер, как вытяжку проведет такую. Для этой печки? В том числе, в том числе. Эта печка, видите, там не сертифицированная. Здесь все прописано, как используют газ-бутылки. Эти мероприятия сотрудники МЧС проводят не для галочки. Ежегодно, с начала отопительного сезона, такая пропагандистская работа стала уже традицией. Помимо проверки в домах устанавливают бесплатно дымовые пожарные извещатели. Посмотрите, лампочка здесь мигает. Сейчас, секундочку. Если вдруг он будет пищать, то есть он среагирует на какой-то дым. Если вдруг он будет пищать без какой-либо причины, то значит он просто засорился, пол оборота против часовой стрелки снимаете, продули его пылесосом и обратно поставили. Извещатель реагирует на дым на стадии возгорания, когда потушить огонь можно подручными средствами. Всего одного извещателя в комнате достаточно, чтобы оповестить и разбудить даже крепко спящего человека. Маленький прибор способен спасти большую семью. Автоматика стоит у них здесь? Нет, у них автоматика нет. Да, через работу. Алина Багилова, Мусас Алгирея, Мурат Бекпарзов, телеканал Инанте Махачкала.